Мы очень вам рады, рады вас приветствовать. Мы живем во время пробуждения России. Мы верим, что изливается Дух Святой. И повсюду мы видим чудеса исцелений. И мы верим, что Господь во время этих передач, которые вы будете смотреть, в которых мы сейчас говорим о божественном исцелении, Дух Святой будет действовать в вашей жизни, в вашей церкви и в вашем городе. Потому что это особенное пророческое время, в которое мы живем. И мы рады всем, кто подключился к нам, кто смотрит нас сейчас. Потому что в этой прекрасной студии мы вместе с пастором Сергеем Марининым, пастором Церкви Слова Жизни в городе Саратов, основателем движения исцеления, священники Господа, говорим о божественном исцелении. Пастор Сергей, я очень рад. Я верю, что это особенное время, и что на вас есть помазание, благодать, насаждать исцеление, культуру исцеления в России. Да, спасибо. Приветствую, дорогие друзья. Я очень рад, что я в этой студии. И также считаю, что эта тема, она сегодня актуальна. Не сегодня, а всегда. Аминь, аминь. И мы сегодня, я бы хотел поговорить с вами о движении. Мне кажется, пророческие люди в России, но люди, которые слышат Духа Святого, которые понимают время, в котором мы живем, которые могут смотреть, вот, как бы пророчески, смотреть глазами Бога на нашу страну и на движение, которое происходит в России. И я верю, что в нашей стране Господь поднимает движение. И вы основатель движения. И я так понимаю, что вы тоже верите в движение. В движение исцеления. Правильно? Ну, я верю в пробуждение. И я верю в то, что мы находимся сейчас в пробуждении. И движение – это как элемент или как стратегия того, что Бог сегодня проявляет свою суверенность вообще в теле Христа. И движение – это прежде всего… Почему движение? Потому что, когда мы говорим о служении, исцелении, то это достаточно, ну, замкнутая духовная вещь, тогда, когда это несколько людей или команда, которая двигается в этом. И на прошлых передачах мы уже немножко говорили об этом, что есть принципиальная разница. И я сегодня говорю о том, что служение, исцеление, дано Церкви прежде всего для того, чтобы насаждать вот это понимание о Евангелии, о радостной вести, о том, то, что мы, как Церковь, все несем эту благодать в этот мир, и мы влияем на этот мир через то, что мы являем Христа. И даже когда я свидетельствовал о своем рождении свыше, тогда, когда я пришел в Церковь, я столкнулся прежде всего, что за меня молились не люди служения исцеления, а молились люди, которые просто находились в Церкви. И я запомнил это. Бог потом мне показал через много лет, как происходило это в начале в моей жизни. Это было на воскресном богослужении, и пастор, который вел это служение, он сказал, что я знаю, что здесь есть больные люди, я хочу, чтобы вы вышли вперед. Я знаю, что здесь есть люди, сказал он так, что здесь есть люди, которые имеют в своем сердце молиться за тех, кто вышел. Вперед вышли сотни людей, больных людей. И на самом деле это не очень хороший показатель. Я не верю в больную Церковь. Мы не должны так тотально болеть в своих Церквях. Это неправильно. Где-то мы находимся сегодня не там, когда мы имеем это как явление. И он сказал, он сказал о том, что пускай выйдут те люди, которые сейчас имеют это в своем сердце, возлагать руки на больных. И вышли также десятки людей, просто людей. Среди них были не пасторы, и не только служители, и не только лидеры домашних групп. Вышли разные люди. Там были и прихожане. Но свое чудо я получил. Сверхъестественное чудо я получил, даже не зная, кто конкретно молился за меня. Потому что разные люди ко мне подходили. Мы стояли в одном строе, и вот, знаешь, мимо нас шли, проходили. Люди просто возлагали руки. И за меня помолились два-три человека. Я даже их не помню в лицо. Но с этого момента вся жизнь моя изменилась. И я увидел то, что служение и исцеление – это хорошее духовное подразделение, команда, специальные люди для того, чтобы научить церковь, вдохновить церковь, чтобы мы все распространяли Евангелие. Мы не просто разговариваем о Боге, мы являем Его любовь. Как можно? Как можно явить ее как-то по-другому? Когда люди, они сегодня просто сотнями умирают и гибнут. Это повсюду происходит. Это происходит в мире. Это происходит в церкви. Нам нужно понять то, что мы находимся в духовной войне. И это на самом деле серьезные вещи. Да, аминь, аминь. Пастор Сергей, ну вот вы говорите о движении, но в Библии-то нигде о движении написано. Написано в Иакова, в пятой главе, что призовите пресвитеров, пресвитеры придут, помажут или возложат руки, и тогда молитва их будет исцелять болящего. Но как это связано между движением? То есть, о движении нет уже нечеловекием. Да. Именно вот этот момент, который описан в Якове, в пятой главе, если рассмотреть и историю этого послания, то мы увидим, что это одно из первых посланий первоапостольской церкви. Это тогда, когда мы читаем деяния, сотни, тысячи людей тогда приходили ко Христу. День Пятидесятницы, ученики Иисуса Христа. Это было пробуждение. Сотни людей, тысячи людей в один день, в один вечер примыкали и становились телом. И люди были новообращены. И пресвитеры, ученики Иисуса Христа, апостолы, они должны были научить церковь. Поэтому там в пятой главе и написано о том, что исцеляя, они говорили церкви о том, то что признавайтесь друг другу и молитесь друг за друга. Да. Говоря о том, что в это призваны, в это призваны вся церковь. Мы показываем, как это работает. Смотри, как это работает. Он говорит, я возлагаю руки, я помазываю тебя елеем. И ты можешь делать то же самое. С этой минуты, исцеляясь, ты будешь передавать это. Потому что это первое послание, а церковь не была научена. И я утверждаю, что служение исцеления, оно актуально, оно нужно. Но мы не должны застрять на этом моменте. И когда я говорю о движении, на самом деле, когда оно у нас началось, не очень популярный, знаешь, момент, отталкиваясь от проблемы. Что вы имеете в виду? Вообще тогда, когда что-то с нами не так, и мы говорим, вот такая проблема с нами, вот, допустим, вот человек заболел, его нужно исцелить. Или у меня нет денег, с этим нужно что-то делать. Ну, это уже тупиковый путь. Ты уже притягиваешь проблему за проблемой, потому что даже эта логика не позволяет тебе выйти из проблемы. Тогда, когда у тебя нет денег, ты устраиваешься на вторую, на третью работу, но тебе денег это не прибавляет. Нужно менять что-то, ну, иметь, как написано, Бога в разуме. Поэтому апостол Павел говорит, возьми свой дух и начни обновлять свой разум. Мы должны, написано в Библии, что мы любим Бога, возлюби Бога всем своим сердцем, всем своим разумением. Разумением – это тогда, когда мы имеем Бога в своем разуме. Это позитивное мышление. Это значит то, что когда мы говорим об исцелении, мы не отталкиваемся от проблемы. Нищих, больных мы всегда будем иметь. Но нам нужно сформировать сегодня послание. наш фокус на послании, а не на проблеме. Это тактика дьявола. Мы должны объединиться в этом вопросе. Вы имеете в виду, что когда, то есть, допустим, церковь начинает, поместная община начинает говорить об исцелении, только тогда, когда кто-то заболел, и вот церковь этот вопрос поднимает. Когда, как бы все хорошо, там, эпидемия гриппа нет, этот вопрос не поднимается. Тогда все хорошо, да. Да. Отталкиваемся от проблем. А вы, ваша концепция в чем? То есть, вы верите в то, что, как должно быть? Как должно быть? Да, вот я, наверное, не закончил мысль, что, как возникло движение священники, оно возникло, вот как раз о том, что я увидел, вот эту проблему, что мы отталкиваемся от проблемы. Есть болезнь, мы говорим. Да, и что-то надо с этим делать. Нет, ничего не говорим, не учим, не снаряжаем, не обучаем. Да, и тогда, и тогда, вот, ну, как бы, знаешь, пазлы сложились, и я как бы увидел вот такую картинку о том, что нам нужно привести все тело, всю поместную церковь, вот в это единомыслие, единодушие по этому вопросу. В Первом Царстве, в 17 главе, по-моему, 10 стих написано, где мы просто вот видим тактику сатаны, тактику Голиафа, когда он вышел перед вот этим Божьим войском, и он там говорит, что вы вышли все, я так не воюю, я воюю один на один. Если бы они вышли все, Давид был удивлен, когда он пришел туда, что они стоят, я даже не пойму, это Божье, это Божье войско, и он был удивлен. И Голиаф или дьявол, он там показывает свою тактику, что я не воюю со всем, со всеми. И в Деяниях мы видим эти принципы. Вторая, третья, четвертая глава, где церковь, Первая апостольская церковь, она описывается вот как одно сердце, как одна семья, как одно целое. Они были единодушны, они были единомысленны. Когда апостол Павел пришел или писал вот это послание в Коринфянскую церковь, он говорит, я не могу с вами разговаривать как с духовными, как с младенцами. Потому что один говорит, я Павлов, я Аполосов. Вы что-то упустили. Мы сегодня должны быть очень целенаправленны и очень единомысленны, если мы хотим действительно выиграть эту битву. И когда я говорю о движении, я говорю прежде всего не о войне, не о битве. Я говорю о профилактике. Я говорю о позиции наступления. Не тогда, когда церковь должна обороняться. Когда, знаешь, приносит или приходит вот этот больной человек или кого-то тебе приносит на носилках, и дьявол снова и снова ставит тебя перед фактом. Вот, делай что-то с этим. Вот такие проблемы. Вот эта проблема, вот эта. И тебе нужно что-то с этим делать. Да, аминь. С этим нужно что-то делать. По ходу. Но рулит послание. На что мы сфокусированы? На что мы нацелены? Мы нацелены, чтобы атаковать. И профилактика – это предупреждение. Это тогда, когда мы предупреждаем. Мы идем на опережение. Тогда, когда мы в активной позиции не просто исцелять. Я не говорю здесь. Я говорю о том, что мы активны в Евангелии. Мы не просто проповедуем здесь друг другу. Мы не просто, знаешь, проводим там раз в год какие-то марши Иисуса. Когда выходят вот транспаранты, мы любим Бога. Это, ну, классно, но я не думаю, что это то влияние, которое сегодня мы должны оказывать. Которое может оказать Евангелие, послание, да. Мы сегодня должны брать города. Мы должны сегодня... Я верю в города без больных людей. Я верю. Тем более, это было в истории. Это было в истории. Я хочу согласиться сегодня с Богом в чем-то большем. Он мыслит сегодня не на бытовом уровне. Я верю, что церковь, она для городов, для стран, а не город для... Я, знаешь, однажды задумался. Вот мой город. Почти миллион. Жителей проживает. Церкви 20-25 лет. Пятьсот, шестьсот, пускай тысячи человек. Я подумал, сколько нужно лет? Если я буду делать ровно то, что я делал, сколько нужно лет для того, чтобы взять этот город? Хотя бы увидеть, вот, ну, критическую массу. Это вот создать этот резонанс. Сколько нужно лет? То есть тысячи. Антон, тысячи лет нужно для того, чтобы Саратов или еще какой-то город просто согласился с этим. Просто узнал, по крайней мере, что происходит. О царстве. О царстве. О царстве. Послушай, сегодня мы должны что-то поменять. Мы не можем продолжать такими темпами. Сегодня время ускорения. Я верю. Это тогда, когда Бог хочет явить свою славу. Как Он это может сделать? Как вы видите, что... Как Бог может сегодня действовать в городах? Как может церковь брать города для Божьего царства? Мы должны выйти за стены. Мы просто должны выйти за стены. Своей церкви. Евангелие – это знамение, чудеса. Это пророческий дух. В Откровении в 19 главе написано о том, что в тебе свидетельство Иисуса Христа, и на Нем пророческий дух. Мы должны принести это в свои города. Я однажды увидел такую картинку, где церковь настолько сосредоточена, знаешь, на своих вот этих поместных проблемах, на своих каких-то внутренних вещах. И однажды это так было вот ясно, конкретно, что я испугался. И я увидел такую статистику, что человеку нужно всего несколько лет. Воцерквляясь, всего несколько лет воцерквения, где он теряет полностью всякие связи с миром. Просто он двигается там по своей потребности, нужде. Зайти в магазин, сходить на работу. Но все его друзья, все его отношения, они там, внутри. Внутри церкви. Внутри церкви. Получается, он законсервирован, да, он не может или не выходит за рамки и не несет. Он может. Он может. На нем Дух Святой. Он может. Ему нужно увидеть то, что Бог уже дал. И что Бог хочет. У Бога очень большие планы. Если мы говорим о пробуждении, нам нужно увидеть и божественные стратегии. И я верю, что движение – одно из способов. Пускай мы отталкиваемся от проблемы. Знаешь, священники Господа – это те же волонтеры из той же поместной церкви, где Бог взял, он просто как бы оттопырил вот это движение и просто показал. Ребята, посмотрите, где вы находитесь. Это те же ребята, которые имеют такие же результаты в исцелении. Они просто подняли вот этот флаг. Они подняли вот этот вопрос, что с этим нужно что-то делать. С этим нужно что-то делать. И тогда нужно получить стратегию, нужно получить послание, чтобы двигаться, двигаться вместе, привести церковь вот и стать одним сердцем. Это и есть пробуждение. Потому что пробуждение, оно начинается с тела, с церкви. Спасибо большое, пастор Сергей. Наше время подходит к концу. И мы будем продолжать в наших передачах говорить о том пробуждении, о стратегии, которая есть у пастора Сергея, которую Господь дает сегодня церкви, всему телу, всей церкви, частью которой мы можем с вами стать. Дух Святой бросает нам вызов. Мы можем принять этот вызов, взять ответственность за свои города и принести в них пробуждение и излияние Святого Духа. Дорогие, нам нужно объединиться, нам нужно стать плечом к плечу и двигаться в той воле, в той стратегии, в том видении, которое Господь дает сегодня к телу Христова. Меня зовут Ольга. Однажды мне поставили диагноз полипендометрия. Я, конечно, этот диагноз не приняла и пошла по всем врачам просто города Саратова. Но диагноз подтвердился. Я была очень расстроена, шла домой и встретила свою одну давнюю знакомую. Рассказав ей о своей проблеме, она мне говорит, что тебе операция не понадобится. Приходи в церковь, Бог исцеляет. Я ей тогда не поверила, но пришла в церковь, приняла Бога в свое сердце. Шло время, я ходила в церковь, писала записки об исцелении. Через три месяца я посетила врача, сдала анализы. Врач сказал, что анализы замечательные, направил меня на УЗИ. УЗИ тоже подтвердило, что я абсолютно здоровая. Теперь я точно могу сказать, что Бог исцеляет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова